На сегодняшний день очень много пар проживают в гражданском браке. Супруги оформляют обряд в неке и на основании этого продолжают жить. Каким юридическим последствиям может это привести? Давайте сегодня об этом поговорим. Прежде всего я хочу отметить, что наше законодательство не признает гражданские браки. Это простое сожительство и никаких юридических последствий оно не влечет. Что это значит? Давайте это разберем. Проживая в так называемом гражданском браке, любое имущество, которое вы будете приобретать вместе с вашим сожителем, не будет считаться вашим совместно нажитым имуществом. Имущество уйдет с тем человеком, на которого оно оформлено. То же самое касается ипотеки. Взяли вы квартиру, оплачиваете вместе, но при этом кредит оформили на своего сожителя. При расставании вы также не будете иметь отношения к этой квартире, ведь юридически оно оформлено на вашего сожителя. Еще одним большим минусом гражданского брака является то, что вы ничего не сможете унаследовать у вашего сожителя. Даже в случае, если ваш гражданский супруг окажется в СИЗО или в больнице, вы не сможете его навестить, так как юридически не являетесь ему никем. Если все же вы хотите продолжить гражданский брак, то я как юрист настоятельно вам рекомендую при покупке какого-либо имущества оформлять все на двоих. Уважаемые друзья, всем нам известно, что от этих гражданских браков и браков по обряду Нике в большинстве случаев страдают женщины. Если брать в целом, то нерегистрация брака обычно приводит к большим негативным последствиям. Чтобы избежать это все, я настоятельно рекомендую всем заключать официальный брак в органах ЗАГСа. Пишите в комментариях интересующие вас вопросы. В следующих выпусках мы их постараемся разобрать, а за любой юридической помощью вы можете обратиться к нам. С вами был юрист Марлен Керемкулов. Силен тот, кто знает свои права. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok